Доброе утро, СтопГейм! В эфире InFact! Уже задумываетесь о новогодних подарочках, не? А вот Microsoft решил не тянуть и, слышь, купила самой себе презент в лице целой Zenimax Media, родительской компании Bethesda Softworks. 2300 специалистов и работников дочерних компаний отныне входят в состав Xbox Game Studios. Да, подводочка натянута, но... вау. Цена вопроса 7,5 миллиардов долларов. Согласно комментарию вездесущего Джейсона Шрайера, это самая крупная покупка в истории игровой индустрии. Для сравнения, покупка Mojang с Майнкрафтом обошлась им втрое дешевле. Что это значит для индустрии? Новые игры Bethesda будут выходить на ПК и Xbox, в том числе в рамках подписки Xbox Game Pass. Заявленные ранее временные эксклюзивности для Sony останутся в силе, речь о Deathloop и Ghostwire Tokyo. Однако, если такое желание у Microsoft появится, она способна лишить владельцев PlayStation будущих релизов в сериях Doom, Fallout, TES, Wolfenstein, Prey, Evil Within и многих других. Хотя на текущий момент Фил Спенсер говорит о будущих релизах именно так. ПК, Xbox и другие консоли в зависимости от конкретной ситуации. И тут уместно будет подчеркнуть, коль скоро и Obsidian и Bethesda теперь во владении Microsoft, будь у компании такое желание, Fallout New Vegas 2 возможно, но то мечты. Джон Кармак, ведущий программист легендарных Doom и Quake, с энтузиазмом принял предыдущую новость, не упустив возможность подколоть занимак за прошлые обиды. Цитирую. «Отлично! Думаю, Microsoft хорошая родительская компания для игровых IP, и она не держит на меня зла, так что, возможно, я смогу снова приложить руку к своим старым играм». Конец цитаты. Историческая справка. В 2013-м Кармак присоединился к Oculus, техническим директором. Спустя пару месяцев покинул id Software. В мае 14-го Zenimax подает в суд на Oculus и Facebook, заявляя, что те украли у нее технологию виртуальной реальности. В ноябре 17-го суд признал руководство Oculus виновным в нарушении авторских прав и условий контракта, но оправдал Кармака. Вслед Кармак подал ответный иск за недоплаты, причитавшиеся ему после продажи id Software. Спустя год, мировое соглашение все расходятся. Судя по всему, теперь с новыми хозяевами франшиз Doom и Quake, Джон видит вероятность нового союза. Впрочем, воспринимать это как анонс чего-либо точно не стоит. Как известно, новая консоль от Microsoft, в отличие от Sony, будут иметь полную обратную совместимость с играми всех предыдущих поколений своих приставок. И даже больше. Старые игры, запущенные на новом железе, обещают красоваться в новом свете, выдавать большую частоту кадров, разрешение, а где-то докручивать и прочие HDR-ы. Уже известно, что Xbox Series X с этой задачей, как, впрочем, и с другими, будет справляться лучше, но за большие деньги. В том, что именно значит хуже со стороны Xbox Series S, решили разобраться специалисты из Digital Foundry. На бумаге их находки звучат как магия. Игры оригинальной Xbox будут иметь втрое большее разрешение. Игры Xbox 360 вдвое большее. Среднее арифметическое в обоих случаях составляет 1440p, на которое консоль целит и в плане новинок. Игры Xbox One будут улучшаться хитрее. Фиксированная игрой разрешение больше стать не сможет. Динамическое? Почему нет? Игры, прокаченные разработчиками до Xbox One X, не будут показывать свой прокаченный потенциал на Series S. Зато у игр с Xbox One на Xbox Series S появляются улучшенная фильтрация текстур, автоматический HDR, ускоренная загрузка за счет SSD и более стабильная производительность за счет улучшенного центрального процессора. В целом, этот же процессор может помочь играм с Xbox One X работать на Series S лучше, но на то нужны индивидуальные инструкции и патчи. Вмешательство со стороны разработчиков требуется минимальное, порой буквально три строчки кода. Некоторые игры для улучшенной совместимости с Xbox Series S обновят сами девелоперы, некоторым поможет команда Microsoft. Часть игр с Xbox One сможет выдавать на Series S в два раза больше FPS, чем на оригинальном железе, или даже на One X без патчей. То есть действительно наколдовать 60 кадров из исходных 30 и 120 из 60 соответственно. Разработчики смогут добавить поддержку Next Gen'а без необходимости устраивать полноценное портирование на новое семейство устройств. Палки в колеса улучшайзеров может поставить разве что исходный код игры. Предварительные заказы PlayStation 5 разлетаются как горячие пирожки. В связи с этим Sony пришлось нести извинения за хаотичность и нехватку товара. В ближайшие дни магазинам докинут больше консолей для предзаказов, а дополнительные партии произведут до конца года. В связи с этой историей любопытна статистика. Оказывается, цифровых версий консолей в магазинах было заведомо меньше полновесных. В британских складах соотношение примерно равно 25 к 75, то есть 1 к 4. GameStop США говорит о колебаниях в районе 13-33%, а канадский Best Buy соотносит количество эконом-версий к полноценным в районе 14%. Очевидный вывод – тираж PS5 без дисковода в разы меньше. И отсюда возникает вопрос – подразумевают ли новые поставки снижение дефицита All Digital Ploic или это заранее спланированный маркетинговый ход по задиранию ценника? Хммммм… Узнаем, но не сейчас. Ну да хватит финансовых новостей, мы ж тут всё-таки про игры. А про игры у нас есть, например, грядущий Tokyo Game Show. О своём участии с точным временем проведения трансляции сообщила компания Capcom. Заявлено два эфира 26 и 27 сентября. Оба стартуют в 3 часа по Москве. Звёздами эфира станут такие проекты, как Street Fighter V и две новенькие Monster Hunter в первый день. На второй оставили самое вкусненькое – специальное издание Devil May Cry 5 и показ Resident Evil Village. Отдельно отмечу, что сама Tokyo Game Show 2020 Online стартует 23 сентября. Ссылка на расписание найдётся в релевантной новости на сайте. Прямая наводка в описании к выпуску. Вышел сюжетный трейлер Sirius M4. Ну, номинальный в игре же есть сюжет. Почему бы и нет? Посвящение кринжу и неловкости в симуляторе отстрела. Ааааа, ищите по ссылке в описании. А ещё Blizzard перенесла BlizzCon на февраль. Об этом тоже есть весточка на сайте, а ссылка, вы знаете где ссылка. Там же вы найдёте и свежайшие релизы stopgame.ru. Рекомендация дня. Иван Лоев и Глеб Мещеряков выпустили новый эпизод рефанды, в котором среди прочих есть обзор и новеллы StopGate от нашего Антона Паули. А Катерина Краснопольская скрафтила новый выпуск дайджеста Kickstarter. Интересное чтиво, изучайтесь. Хорошего дня.